Национальная служба новостей. Ежедневно, ежечасно, обо всем, что происходит в мире, экономике, политике, культуре, обществе, спорте. Также авторские новости, личный взгляд известных людей. Национальная служба новостей. Актуально, достоверно, оперативно. Другим добавить нечего. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке информационного агентства Национальной службы новостей. И сегодня у нас остается пресс-конференция, посвященная криптовалюте. И сегодня мы постараемся понять, что же это такое. Деньги из воздуха или основа будущей экономики. Я с удовольствием представляю участников нашего обсуждения, нашей пресс-конференции. Интернет-амбунтсмен Дмитрий Мариничев. Добрый день. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышев. Добрый день. Директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин. Добрый день. Здравствуйте. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Калташов. Добрый день. Здравствуйте. И блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов. Добрый день. Денис Сергеевич, вы как раз в этой сфере, я думаю, наверное, больше всех, возможно, знаете за этим столом. И с вас хотелось бы начать. Могли бы рассказать вообще, в принципе, что такое криптовалюта и насколько она популярна в России на сегодняшний день? Только у нас, как у всех тайминг, пять минут максимум. Хорошо, я попробую коротко об этом рассказать. Ну, в первую очередь, сейчас общество развивается уже такими темпами, и вместе с обществом развиваются технологии, которые позволяют реализовывать определенные проекты, которые раньше были совершенно невозможными. Например, одной из таких технологий является система распределенного реестра или блокчейн. По сути, стандартная база данных, которая содержит в себе несколько крайне важных свойств. В первую очередь, это невозможность внесения изменений в существующие данные. Во-вторых, эта система децентрализована, то есть она одновременно синхронизируется между всеми ее участниками. И, наконец, она является полностью открытой, то есть любой участник системы может ознакомиться с содержимым любых записей внутри нее содержащихся. И, собственно, вместе с концепцией блокчейна, которая появилась буквально несколько лет назад, а именно в начале 2009 года, появилась и технология биткоина, по сути, криптовалюты, которая базируется на технологии блокчейна и позволяет решить множество проблем, которые сопутствуют стандартным финансовым инструментам. В первую очередь, это необходимость наличия, например, такой вещи, как посредник, потому что чем бы мы ни занимались, если у нас система, в которой не хватает уровня доверия, нам всегда нужно прибегать к услугам какого-то посредника, будь то банки для осуществления финансовых переводов, нотариусы для осуществления подтверждения юридической частоты сделок и так далее и тому подобное. И, собственно, технология блокчейна позволяет нам отказаться от этого третьего лица, потому что благодаря использованию криптографических функций и, зная то, что взломать данные, содержащиеся в блокчейне, практически невозможно, мы можем изначально доверять этой системе. И, собственно, на этой базе можно реализовать в том числе и финансовый инструмент, которым стал биткоин, по сути, являющийся полноценной криптовалютой, полноценной валютой, которая со временем находится все больше и больше сторонников, и, в принципе, думаю, все здесь присутствующие знают, начинают уже с этого года развиваться совсем-совсем бурными темпами, и в ближайшем будущем, я думаю, эти темпы будут только ускоряться. Как-то так. Спасибо. Мы еще вернемся. Дмитрий Николаевич, ну, насколько мы знаем, в России еще статус неопределенной криптовалюты. Как Вы считаете, насколько необходимо, может быть, на сегодняшний день легализовать ее, и хватит ли нам информационно хотеть личностей, чтобы это реализовывать? У нас нет никаких шансов, чтобы не легализовать криптовалюту на территории Российской Федерации. Это окончательное и бесповоротное суждение, потому что иначе у России не будет никаких шансов интегрироваться в мировое сообщество, это раз. Во-вторых, никаких шансов создать информационное общество, потому что криптовалюта, как Вы к ней бы ни относились, это кровь новой экономики, именно нового цифрового общества. И заключается оно в том, что классические деньги, они не всегда были такими, какими мы знаем их сегодня, когда-то рубль рубили, Вы об этом помните, потом чеканили, потом появились бумажные деньги, и только после этого безналичные деньги. И каждый такой переход в обществе формировал такую волну протеста, примерно точно такой же, как мы не верим, что нет, какие есть там криптовалюты, мы будем всегда пользоваться деньгами обычными. Но это не так. Технологии меняют жизнь общества, и общество изменяет свою социальную структуру, и, соответственно, вот эта причинно-обратная связь, она всегда приводит к движению вперед. Криптовалюта способна переносить, в отличие от денег, еще и информацию. Это основная функция, которая нужна в цифровом мире. Поэтому они однозначно заменят в классическом понимании те деньги, которыми мы пользуемся сегодня. Если Россия, как и любая другая страна, не будет легализовывать криптовалюты, то фактически она утратит способность интеграции в новый мировой порядок, информационный порядок, и это будет отсталая экономика. А в-третьих, самое важное для государства – это защита интересов его граждан. И для того, чтобы защищать интересы граждан, криптовалюту нужно ввести в оборот, иначе она сегодня, например, не существует. Если у вас украли биткоины или что-то с ними случилось, например, то никто вас защищать не будет, потому что такой сущности в стране нет. Это получается и незаконно, и не незаконно, этого просто нет. Но то, что его нет в правовом поле, это не значит, что это не существует, оно уже существует. А государство – это в первую очередь сами граждане, и в интересах граждан формировать защиту своих интересов. Поэтому однозначно да, однозначно легализуется, однозначно будет закон, и однозначно будет выровненное поле с мировым сообществом. Хотя справедливости ради нужно сказать, что так или иначе общего понимания, общего знаменателя правового в мире нет. Его пока не существует. Он достаточно разрознен. Какие-то страны ушли вперед, какие-то относятся очень осторожно, но практически никого не осталось на планете Земля, кроме там на пальцах рук перечитать стран, которые бы запретили криптовалюту. То есть понимание того, что это уже случилось, это уже в нашей жизни, и нужно к этому не просто приспосабливаться, видоизменяться, это понимание есть у всех. Поэтому однозначно будет вопрос, наверное, только времени и осторожности, с которым будут подходить регуляторы и законодатели к регализации криптовалюты. Спасибо, очень интересно. Про мощности я потом расскажу, наверное. Да, хорошо. Микриво Геннадьевич, как вы знаете, в принципе, такое понятие, как криптовалюты, и есть ли у нее вообще, в принципе, предыдущие? Спасибо большое. Ну, будущее есть у любых новых технологий, но у меня вопрос ко всем присутствующим, включая экспертов. А поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть какие-нибудь криптовалюты. Это мой вопрос тоже. О, ну слушайте, продвинутая аудитория. Значит, уважаемые владельцы, меня поправят, если я сейчас скажу что-нибудь неточное. Первое. Самое главное в криптовалюте, это первое, невозможность мошенничества без участия разработчиков. Принципиальная невозможность. Я говариваю это, потому что, скажем, разработчик биткоин, строго говоря, неизвестен. Есть масса на эту тему гипотез, включая конспирологические, вплоть до Агентства национальной безопасности США. И второе. Это валюта, которая принципиально не контролируется государством. И в этом отношении распространение криптовалют, это восстание против государства. И это отмена государства. И когда государство говорит, да, я соглашаюсь на применение криптовалюты на моей территории, Минфин, я понимаю, что Минфин хотел пару лет назад с честью уголовного преступления в использовании биткоина. То это означает капитуляцию государства перед глобальным сообществом. Ну, предполагается глобальным сообществом граждан, но на самом деле перед глобальным бизнесом. Хорошо это или плохо, кому как нравится. В зависимости от того, кто как относится к государству. Нархисты это, безусловно, приветствуют. Люди, которые считают, что есть какие-то обязанности государства, они от этого плачут. Но признание биткоина – это капитуляция государства перед спекулятивным бизнесом и отказ государства от значительной части своего суверенитета. Когда в Будапеште можно оплачивать биткоинами такси, а это означает, что государство Венгрии отказывается от суверенитета. Ему легко отказываться, потому что в рамках Евросоюза оно уже отдало основную часть своего суверенитета. Второе. Две тысячи видов сейчас есть разных криптовалют. Большинство из них однодневки, есть даже обеспеченные золотом. Но несколько десятков есть достаточно регулярно существующих. Их отличает дичайшая волатильность в разы в течение месяца. Биткоин, кэш, который сейчас ввели в разы в течение дня. Криптовалюты нового поколения, эфириум и китайская, аншерс, который сейчас 22 июня называется нео, и некоторые другие, они используются для заключения так называемых умных контрактов, в рамках которых нельзя обмануть. Что касается того, что это в нашей жизни и поэтому это нужно легализовать, это отличные аргументы, которые применяются между сторонниками наркотиков. Если героин уже есть в нашей жизни, то его нужно легализовать, и как-то регулировать это не имеет смысла. Для государственных финансов, для суверенитета, криптовалюты, это примерно то же самое, что героин для физлица. Это не значит, что нужно это запрещать, это значит, что нужно иметь свое, как поступают китайцы. И вопросы контроля остаются открытыми, потому что, безусловно, когда неизвестно, кто разработчик, неизвестно, кто поддерживает проект, а за редчайшими исключениями в крупных криптовалютах так оно и есть. Потому что есть, скажем, фронтмен, но непонятно, на кого он опирается, непонятно, кто на самом деле обеспечивает ему техническую помощь. Вот в этой ситуации вопрос о контроле остается. Мы знаем, что биткоин будет 21 миллион наработан, и все, чтобы из этого выскочить, если я правильно понимаю, меня по проекту, если я ошибаюсь, реализован проект Bitcoin Cash, чтобы продлить возможность майнинга. Но это первое, огромные пузыри, потому что это все будет колебаться очень сильно, очень долгое время. Это возможность дико заработать, и возможность дико потерять. Мы понимаем, что самая первая транзакция с биткоином, за 10 тысяч биткоинов в 2010 году программист купил две пиццы. Я думаю, что он сейчас проклинает, это худшая инвестиция в историю Америки, я подозреваю. Но тем не менее, это перспективно для физлиц, это интересно для физлиц, это будет, законно или незаконно, но это будет, и нам в этом мире предстоит жить. Спасибо. Еще раз добрый день. Мои коллеги очень много интересного рассказали, поэтому я, чтобы их не повторять, буду говорить о совсем других вещах. Как исследователь экономического кризиса, вообще экономических кризисов в системе промышленного капитализма, я расскажу о том, почему вообще биткоин появился. Значит, о причинах, не о формах, не о следствиях, а о причинах. Во-первых, недоверие к центральным банкам и существующим валютам привело к тому, что возникла потребность к созданию новой, независимой от государства валюты. Ну, видов их теперь очень много, криптовалют, биткоин не единственная, и даже два уже биткоина. Это первая причина. Вторая. Ну, потребность в спекуляциях. На данный момент, когда видно, что выдохлись во многом спекуляции на рынке нефти, пузыри очень велики на фондовом рынке, по крайней мере, в Соединенных Штатах, отличная возможность поиграть с криптовалютами для спекулянтов. Вряд ли это стоит как-то осуждать. И третье. На мой взгляд, очень важная тоже особенность, это возможность избежать уплаты косвенных налогов при покупках и при любых операциях. Что здесь важно, на мой взгляд, еще? Дело в том, что в последние десятилетия покупательная способность денег очень часто снижалась. В то время, как 19-й век был временем, когда металлические деньги, не денежные знаки, не бумажные, они все время росли в своей такой ценности, и купить можно было все больше и больше. То есть, если вы 100 фунтов вложили в банк, где-нибудь так, в 1820 году, в 1870 году, вы можете на эти же 100 фунтов приобрести значительно больше, даже если там никаких процентов не начислено, условно. То есть, вот эти деньги, они все время, все время, их покупательная способность росла сама по себе. И с точки зрения экономистов и правительств, это было неправильно. В 20-м веке были приложены немало усилия к тому, чтобы деньги постоянно обесценивались. Так вот, биткоин, как одна из криптовалют, интересен тем, что это такой денежный знак, электронный, который ограничен в своем тираже, и он как бы должен вернуть нас в 19-й век, дать нам возможность получить такие деньги, которые не обесцениваются. Да, колеблются, но в конечном итоге все равно, поскольку их количество ограничено, все равно масса товаров, которые вы можете приобрести на эти деньги, она все время будет увеличиваться. То есть, вы будете в гарантированном выигрыше. Это определенный бунт против государства и против государственной политики денежной эмиссии. Бунт по многим направлениям, вот я перечислил налоги, перечислил контроль над обращением, контроль над платежами, потому что государство контролирует использование денежных знаков в уплате. Мы не можем свободно ходить и покупать в магазине за доллары, за евро, за фунты. В Российской Федерации действует рубль. В Евросоюзе и евро, в еврозоне, по крайней мере. В Соединенных Штатах доллар. И все должны подчиняться этим правилам. Откуда эти правила взялись, и почему я считаю, что история с криптовалютами может через некоторое время закончиться посредством насилия со стороны государства. Сейчас нам говорят, что да, нужно адаптироваться, приспособиться. Но месяцев через 18 ситуация может резко измениться. Если мы представим себе, что рубль упал довольно сильно, и использование криптовалют возросло в Российской Федерации, и все, кто могут стараться использовать в расчетах вот эти вот независимые, неподконтрольные государству денежные знаки, то государство перейдет в наступление и будет репрессировать всех, и вся, и структуры, и людей, и все. Почему? Потому что, вообще-то говоря, наши деньги так и возникли. В далеком средневековье было огромное количество разных, ну, в кавычках, криптовалют. Там, графство такое, такую монету выпускает, город такой, такую монету. Нужно во всем это было очень разбираться, где какая доля серебра, золота, где как колеблется, все это уметь считать, были менялы. В общем, было очень здорово для меня, но очень неудобно для всех остальных, для торговли и для самого государства, как института, который должен обеспечить некую стабильность. И государство просто все эти валюты запретило, ликвидировало, создало монополию монетную, и то же самое будет с криптовалютами. Это не значит, что принцип, вот я вам что хочу сказать, принцип криптовалют, принцип децентрализованного контроля над эмиссией, он может быть и применен в другой сфере, то есть государством, в том числе и российским, в том числе и на международной системе, но сами криптовалюты через некоторое время окажутся под репрессивным ударом. Спасибо. Спасибо большое. Борис Александрович, согласны ли вы, что криптовалюты могут оказаться под репрессивным, таким сказать, давлением государства, и как вы считаете, может быть, стоит все-таки легализовать криптовалюту? Как-то обсуждается этот вопрос? Ну, на самом деле, господин Делягин, как всегда, великолепен, и вот в чем великолепие. Вот эта фраза «Востание против государства», если немножко развить криптовалюты, сегодня это аналогия Великой Французской революции, только уже в экономическом плане. Россия тогда пыталась все эти революционные движения, как главный консерватор, подавить. В итоге пришло вот эти отзвуки, вот это эхо революции пришло к нам сто лет назад. И сейчас определенная революция происходит, но здесь ее не надо подавлять. Ее законы нужно хорошенько изучить, ее законы нужно принять к себе на вооружение, и, как говорится в хорошей российской пословице, если пьянку нельзя остановить, ее нужно возглавить. Это первый момент, а второй момент. Действительно, когда рассматриваешь определенную литературу по криптовалютам, есть и конспирологические заговоры, что это все от американских разведывательных специальных служб. Но здесь у России, конечно же, должен быть свой аналог. Я предложил Центральному банку златник. Конечно, вот эти все процессы и закономерности, которые сейчас есть в мире, волнуют всех, прежде всего, тех, кто сейчас от существующей системы получает большие привилегии и дивиденды. Это и банки, и те традиционные финансовые институты, которые сейчас есть. Мир сильно меняется, и, к сожалению, пока мы игнорируем эти изменения. Но игнорированием мы себя не спасем и не убережем. Лучше, я еще раз сказал, не бороться, детально все изучать и плюсы, которые есть, брать себе на вооружение. Спасибо большое. Мы сейчас перейдем к вопросам, но прежде я хотел бы, Дмитрий Николаевич, немного не закончили по поводу мощностей и ресурсов. Насколько на данный момент мы могли бы реально ликвидировать эту валюту? Правильно. Значит, все будет не так. Информационное общество имеет отношение только к мозгам людей и больше ни к чему. Технологии позволяют реализовывать людям другие стратегии взаимодействия. Сейчас все, что я слышу, это речь о парадигме, к которой мы привыкли. Мы с вами родились, живем и, вероятнее всего, умрем в ближайшем будущем, но не наши уже дети, уже не наши дети. Они будут жить при другой структуре. В иерархически построенном государстве, которое основано на государственном управлении, а государство, как правильно было замечено, базируется на принципах монополии. Монополиях на выпуск денег, монополиях денег, монополиях на применение сил по отношению к гражданину. Эти монополии будут поставлены обществом под сомнение. Это нужно четко понимать. Государство информационное или информационное общество, правильнее говорить, оно на порядок более сложно структурировано, оно гипердемократично. Ровно точно так же построенные криптовалюты. Вот вы спрашиваете о мощностях, что такое мощность для майнинга? Майнинг это поддержание транзакций. И вы должны понимать, что в майнинге, чтобы провести вашу транзакцию, каждый майнинг конкурирует со всеми майнерами на планете. Это ровно точно так же, как банки бы конкурировали не за вас, как за клиенты, и сейчас они берут за открытие счета, за поддержание счета, 30 рублей за платежку или комиссию там за какую-то проведенную операцию. Они конкурируют за саму операцию. Вот представьте, банки бы конкурировали за комиссию вашей 30-рублевой платежки. Вот это есть майнинг, и это суть майнинга. Это гипертрофированная конкуренция, доведенная до степени отчаяния. Поэтому цена транзакций в биткоине крайне низка. Вообще крайне низка. И вся система намного экономически эффективнее, чем тот же SWIFT. Во-вторых, вы говорите, что такое рубль? А давайте разберемся, что такое рубль в нашей стране. Есть ЦБ, который напечатал бумажные рубли. Это деньги государства. Потом вы взяли эти деньги, понесли в банк, положили на счет и получили обратно долговую расписку от банка. Все беззнальные рубли, которые основой экономики в любом государстве, это просто долговые обязательства конкретного юридического лица, которое в состоянии обанкротиться. В целом, да. Что такое криптовалюта? Криптовалюта – это математический конспект взаимоотношений между людьми. Это обанкротиться не может до тех пор, пока люди верят людям и взаимодействуют человек с человеком. Это надо понимать. Стабильность криптовалюты в отношениях социальных на порядок выше, чем любая валюта государственная. Это также надо понимать. Во-вторых, система блокчейна или технология блокчейн позволяет впервые в истории человека автоматизировать знания человека. Это говорит о том, что мы можем и в состоянии автоматизировать государственную модель управления. Сейчас все борются с коррупцией. Зачем с ней бороться? С ней нельзя бороться в текущей экономическо-социальной иерархической структуре. Потому что это примерно как, знаете, жернова дружбы, нужно время от времени смазывать лестью. Точно так же коррупция в иерархически построенной системе, в которой мы родились, живем, я повторяю, она необходима. Ее можно довести до определенного низкого уровня и нельзя победить. В структуре, построенной на блокчейне, на криптовалютах, коррупция отсутствует как класс, она невозможна механически, просто механически. Выпущенные деньги, подсвеченные токены или покрашенные токены, как их правильно назвать, они социально будут распределены математикой тому, кому они должны. То есть, другими словами, автоматизированный сбор налогов от труда людей перераспределяется в пользу тех, кому мы договорились. Не важно, кто разработчик, вообще не важно, кто разработчик биткоина или любой другой криптовалюты. Важно, что исходный код открыт, и любой гражданин со знаниями может прочитать исходный код. И ты либо соглашаешься с этой математикой, с этим процессом, либо не соглашаешься. Здесь нет никакой веры, здесь есть чистое знание, это нужно понимать. И, соответственно, никто не может меня понудить, выбросить эту математику из моего устройства, носимого. Во-вторых, что значит разделить валюты или соединить их валюты? Это опять вопрос доверия. Я могу форт биткоина сделать сам, вот прям сегодня. Это вообще не сложно, у меня будет своя валюта. Дмитрий Мариничев валюта такая, прям завтра. Вообще не вопрос. Сколько угодно много может валют состоять. И в итоге, в будущем, валюты будут у каждого человека, у каждой сущности, у каждой команды. Это будут все свои валюты. Обменные операции в онлайн и во всем мире это абсолютно нормальная ценность. И ваш вклад в мировую экономику, в мировую, подчеркиваю, а не в локальную, он будет осуществляться на базе того, какова ценность вашей криптолюты по отношению к другой криптовалюте. Ну, блокчейн-цепочка. И все записывается. Это тоже важно понимать. Это другие мозги. Государство должно научиться обучать людей, а не принимать на вооружение. Потому что, если что-то принимать на вооружение в новой экономике, то вы опять подписываетесь под догмой, что у вас есть сюзерен, бенефицар. Бенефицар в истории власти, а во власти только народ. И биткоины, и неважно, криптовалюта, правильно ли говорить, позволяют изменить эту структуру социальных отношений и экономических отношений. Вот о чем это речь идет. Что есть у России на сегодня? У России на сегодня с точки зрения майнинга, поддержания любой блокчейн-цепочки, а это все работает на весь мир, уникальные условия. И по энергии, и по технологиям, и по людям, и по, соответственно, доступности всего, что есть. Ведь, в принципе, биткоин – это оцифрованная энергия. И мы можем ее сейчас продавать всем и вся. Мы можем дать людям, и мы дадим это людям, вот прям буквально сейчас, возможность майнить любую криптовалюту и зарабатывать со всего мира. Другими словами, мы реально даем нашим гражданам возможность продавать высоко переработанную нефть и газ и получать за это персональный доход. И нет никаких опасений того, что Российская Федерация не будет имитировать рубль. Это не важно уже в будущем. Абсолютно не важно. С этим придется смириться. Мы будем жить в другом мире. И с точки зрения производственных мощностей у нас все для этого есть. Есть и технологии, есть и оборудование, есть и знания, есть и умения, и есть возможность у людей купить, поставить дома, приобщиться к этому, разобраться в этом и понять, что такое криптовалюта и дальше принимать решение, каким образом будет структурировано российское общество. У нас всего 150 миллионов нет. В рамках 7 миллиардов с лишним человек, которые живут на земле, мы все должны быть миллионерами, потому что у нас все есть для этого. И сейчас тот скачок, который нам позволяют сделать криптовалюты, мы можем на этом реально заработать. Спасибо. Интересно. Коллеги журналисты, мы переходим к вопросам. Да, пожалуйста, поднимайте руку, представляйте ваш вопрос. Добрый день, Наталья Кратович, Мосленда. У меня первый вопрос по поводу того, что вот если будет происходить легализация этих новых денег, то кто будет ответственным за создание инфраструктуры? Я не знаю, много еще можно. То есть какое-то... Люди, 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 люди. Вот весь прикол в биткоинах или в блокчейне заключается в том, что никто не нужен. Поддержание системы происходит непосредственно участниками системы. Никакой инфраструктуры нет. Никакой инфраструктуры нет. Вот телефон ваш, это уже инфраструктура. Программное обеспечение работает децентрализованно, оно работает у каждого. И тот, кто поставил его у себя на своем устройстве или купил специализированное устройство, неважно, он уже участник системы, он поддерживает. И единственное, что нужно, это свободные коллективы, подчеркиваю, свободные коллективы, которые пишут программный код, который принимается участниками процесса. Все. Никаких централизованных задач по созданию чего-либо не требуется. Есть хорошее правило. Все, значит, никто. Спасибо. И еще один вопрос. Существует очень много видов биткоинов от Дениса Сергеевича Смирнову, наверное. Почему их так много, этих видов, и от чего зависит их стоимость? Потому что лайткоин, он там стоит 30, что ли, долларов. Да, совершенно верно. Разных криптовалют на сегодняшний день действительно существует достаточно много, но здесь важно четко понимать различия между ними, потому что платежные средства, по сути, это далеко не все эти проекты. По сути, все криптовалюты просто являются разнообразными продуктами, построенными на технологии блокчейн. Но по факту, конечная реализация может быть совершенно не связана именно с платежным средством. Собственно, технология Ethereum та же самая, она изначально не планировалась как средство обмена ценностями. Токены Ethereum – это средства, которые используются внутри самой платформы для того, чтобы смарт-контракты, которые на ней были реализованы, могли продолжать работать. И, в принципе, на базе блокчейна можно придумать достаточно много проектов. Это и там, и система, например, учета имущественных прав, и, например, децентрализованный хостинг сайтов, и, например, системы, в принципе, децентрализованных вычислений, которые позволяют использовать, например, банально ваши телефоны в тот момент, пока вы ими не пользуетесь, объединять их в единую сеть и использовать их в вычислительной мощности для, например, исследования генома человека. И такие проекты, на самом деле, тоже существуют. И стоимость вот таких продуктов, она во многом зависит именно от спроса и внимания инвесторов к каждому конкретному проекту. И, учитывая тот факт, что они все, в принципе, базируются на более-менее похожем, в принципе, они все могут быть еще свободно торгуемы на разнообразных криптовалютных биржах. Поэтому, помимо средства, существующего внутри какой-то системы, она еще может, ну, каждый токен внутри каждой системы может еще и использоваться как, в том числе, и платежные средства. Валерий Коржов. Слышно? Валерий Коржов, журнал Connect. Я вначале несколько уточнений скажу, почему-то все говорят, что криптовалюта принципиально невзламываемая, но в самой документации к тому же биткоину написано, что есть атака 51%, когда, если вы монополизируете больше, чем 51% майнеров, вы можете навязывать блокчейну все, что угодно. Почему-то все об этом молчат. и ну, просто вы сказали, абсолютно невзламываемого, отлично, вот написано в документации. Я, я, это вот комментарий, почему, почему я об этом говорю, потому что, когда государство говорит о том, что будет государственная валюта, она, извините, контролирует больше 50% майнеров, то есть всех. Отлично, то есть она принципиально взламываемая, если она государственная. Когда говорят, вот что криптовалюты будут, будет одна криптовалюта, все остальные будут запрещать, то есть вот регулирование заключается не в том, чтобы всех запретить, а в том, чтобы будут лицензируемые криптовалюты, которые будут пользоваться, а все остальные будут запрещены. Ну, то есть как обычно государство делает. В результате будут лицензированы именно те, у которых государство будет каким-то образом воздействовать на майнеров, таким образом, чтобы их контролировать. Отлично. То есть, в общем, понятно, да? Все сразу становится понятно, что криптовалюта, как криптовалюта, бессмысленно на государственном уровне, потому что майнеры контролируются. Поэтому по поводу экономической использования криптовалюты вообще можно даже не говорить и забыть об этом. Самое интересное, это как раз, собственно, блокчейн, использование действительно для торговли, ну, вот как распределенный реестр. Это куда более интересно. Там действительно можно делать так, чтобы… Ваш вопрос. …майнеров было много. Вопрос, значит, в следующем. То есть, собственно, я про что? Я про то, что новое, что вот я услышал на этой конференции, это… Ну, это старый, в общем. То, что я сказал, это старый, просто чтобы было понятно еще дополнительно. Вопрос, собственно, с апдейтом криптовалюты, потому что биткоин, понятно, что он уже перегружен. Его невозможно… Вот я, например, не могу его поставить на свой компьютер, потому что там требуется больше сотни гигабайт диска там и так далее, то есть очень требовательное к мощностям это самое, потому что понятно, почему. И про налог, опять же, вот вы говорите про налог, очень классно. Налог не в пользу государства, налог в пользу технологических компаний. То есть вы либо платите государству, либо технологическим компаниям за очень тяжелое оборудование, которое поддерживает майнер. Вот. А апдейт криптовалюты нужен, потому что блокчейн, биткоин создавался в те времена, когда… Спасибо, мы вас поняли. Давайте уже ответить на вопрос. Хочу понять. Вопрос мастобирования. Нет, не вопрос мастобирования. Как организовать апдейт криптовалюты, в которой была обнаружена уязвимость? Спасибо. Пожалуйста. Кто может ответить? Давайте я отвечу. Здесь все просто. Действительно, уязвимая как-то ахиллесова пята есть у любой технологии, какой бы она ни была, абсолютизма не существует. Вы правильно заметили об атаке 51. Что это значит? Это значит, что 51% всех майнеров должен контролироваться одним лицом. С точки зрения биткоина на сегодня это практически невозможно. Даже никакое государство не в состоянии получить такую вычислительную мощность, потому что все суперкомпьютеры мира во всех странах на сегодня в тысячу раз проигрывают, как минимум в тысячу раз проигрывают в мощности сети биткоина. И она прибавляет в своей структуре вычислительных мощностей каждый месяц еще и еще. А честно, мы их не покупаем? Второй. Да. Второй. Есть еще одна атака, которую не все тем более знают. То, что вы сказали. Не можете поставить на свой компьютер, потому что много занимает места. Действительно, вы говорите о полной ноде, которая хранит весь реестр блокчейна. И чем больше транзакций, тем быстрее он будет расти. Вы можете поставить неполную ноду и пользоваться. Она у вас ничего вообще не займет. Вы будете участником процесса. Но здесь есть по полным нодам такая же связанность сети. И она ни отношения к майнерам не имеет. Это скорость распространения блокчейн-цепочки или новых найденных блоков по сети. Если вы будете контролировать всю связанность сети, то вы точно так же можете формировать, скажем так, мнимые транзакционные цепочки и обманывать блокчейн. Это тоже вариант. Об этом всем все известно. И вопрос этих уязвимостей, он находится на стадии взросления технологии. Примерно так же, как собака, рождаясь щенком, ласковый и нежный зверя, вы можете его придавить своей рукою. Когда вырастет собака, вы уже маловероятно просто так с ней что-то сделаете. Вот технологии криптовалют, они взрослеют. И с каждым днем они становятся мощнее и мощнее. После чего это уже будет своя самодостаточная сущность и просто так ее удушить будет невозможно. И это уже надо так же понимать. Может, вполне вероятно, и это будет родиться новая технология, которая поставит под сомнение текущий технологический процесс. Это тоже абсолютно нормально. Но она уже будет на базе этой технологии. Она будет уже другой. Поэтому насчет уязвимости и неуязвимости можно спорить сколько угодно долго. Они, конечно, есть. Они все оценивы. Мы как риски. Мы их понимаем. Вопрос у вас был с разделением или как изменить, как сделать патч? Ну нет. Ну то есть вот есть биткоин, как решить его проблемы? Проблемы решаются общественным консенсусом. Есть группа разработчиков, которая является открытой, которая показывает обществу то, что она написала для решения проблемы. Общество... Есть раскрытые. Нет. Эта группа, неважно, если они даже не анонимные, это неважно. Все в биткоине открыто. И транзакции, и разработка, и софт, и решения. И здесь, в сети, опять же, никто не может выкатить обновление, если с ним не соглашаются майнеры, и не соглашаются владельцы кошельков. Вы опять все голосуют за. И требуется общественный консенсус, чтобы что-то изменилось. Это самое важное, что нужно понимать. Это как цифровая конституция для общества, которую никто вмешаться не может, под себя любимого изменить не может. Он может сделать форк конституции. Но пойдут ли за ним люди, будут ли они пользоваться его конституцией, вопрос десятый. Точно так же, как сделали форк биткоина. Пойдут за ним, не пойдут. Сейчас это спекулятивный элемент, на котором воспользуются. И, в принципе, более-менее нормальный пул майнинга может сейчас убить этот форк в два счета, просто переведя на него мощности. Это тоже нужно все понимать. Для этого люди должны просто банально разбираться. Третье. Относительно закрытых блокчейнов в использовании государства. Если государство решит сделать свою валюту, то ему никакой блокчейн не нужен. Потому что для монопольного использования блокчейн – это плохая, медленная, дурацкая база данных. И его никто никогда использовать для этих целей не станет. Есть разные технологии, разные задачи, разные понимания. Повторяю, самое важное. Все зависит от человеческого знания и понимания. До тех пор, пока мы будем себя чувствовать рабами и заложниками иерархических структур, мы не изменим и не создадим цифровое общество. Цифровое общество должно ставить под сомнение, как, казалось бы, незыблемые факты существования классического оффлайнового общества. И говорить о том, будет хуже или лучше, для кого-то хуже, для кого-то лучше. Давайте честно скажем, пенсионеры останутся без пенсии, например. Наоборот. Если мы откажемся... С точностью до наоборот сейчас. Да, ну. С точностью до наоборот сейчас. Не будет социальности, как бы доплачивать счета обеспечивающих учреждений. Мы сейчас раздадим... Вы отбираете государство финансовую монополию. Еще раз. Государство не исчезнет. Государство станет гораздо сложнее, чем сегодняшнее. И договоренности общественные станут гораздо более сложно законспектированы в математической модели. Никто их не будет понимать. Поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь в аудитории может самостоятельно, как здесь говорилось, прочитать открытый код биткоина и разобраться в нем. Раз. Два. Вот и все. Сколько у нас есть премий? И наше общество, и наше общество, цифровое общество будет устроено точно так же. Вот эта часть общества будет понимать, что происходит. Остальная часть общества, включая уважаемого интернет-представителя, интернет-мутсмена, не будет понимать, что происходит. Просто потому, что не все вещи может понять любой человек. Кто-то специализируется в компьютерах, кто-то специализируется, не знаю, в железе. И человек, который специализируется в железе, если он хочет специализироваться и достичь каких-то результатов, он не сможет понять, как устроено это общество. Точно так же нам сейчас объясняют. Эта же логика применяется на более простом уровне. Ребята, вы должны сами управлять своими домами. Вы должны потратить свою жизнь на то, чтобы разобраться, как устроены коммунальные тарифы. И у вас не должно быть времени на детей, на вашу работу, на зарабатывание денег. Вы должны разбираться в тарифах. Это смысл вашего существования. Вот точно так же устроено и здесь. Государство будет превращаться в платформу, в инфраструктуру. Но самое жестокое монополие – это монополия на инфраструктуру. В рамках этой инфраструктуры вы полностью свободны. Но все степени вашей свободы определены инфраструктурой. С цифровым обществом будет то же самое. Вот мы видим, у нас сейчас маленькое микрообщество, и есть люди, которые будут понимать, что происходит. Мы, остальные, будем им либо доверять, либо не доверять. Либо учиться. Понятно, что мы должны заниматься своим делом. У каждого человека есть свое дело, и он должен учиться своему делу. А что-то он должен делегировать. Поэтому вот так будет ситуация. Неизвестным лицам будем делегировать. Неизвестным лицам. То ли спецслужбам чужим, то ли своим спецслужбам. Кстати, о ловушке 51. Китайская валюта, антшерц, которая сейчас превратилась в нео, они там прямо и честно пишут, что в свободное обращение только половина имитируемой этой валюты. Остальная половина резервируется ровно для ловушки 51. Такая демократия по-китайски. Искренне, честно. При этом с ней работает Alibaba, с ней работает Microsoft, с ней обработает Wings. И это, в общем-то, уже треть мира будет. Это монополия на треть мира. Единственная проблема, что нам сейчас написано по-китайски. Перепишут по-английски, да большой привет биткоин. Извините, пожалуйста, что я имею в виду. Коллеги, если можно, хотелось бы прокомментировать, немножко назад забежав, по поводу государства и необходимости всем нам так или иначе применивать в нем участие. На самом деле, это тоже одно из неизбежных изменений, с которыми нам всем придется столкнуться. То есть, если изначально у нас есть такая слабость, надеяться, скажем так, на царя-батюшку, то в ближайшем будущем, именно благодаря технологиям, вот эта демократическая система управления, она будет размазываться по всему обществу. И так или иначе, мы все столкнемся с тем, что каждый конкретный человек, каждый конкретный гражданин сможет действительно принимать участие в жизни и своего дома, и своего жилтоварищества, и своего района и так далее по увеличению масштаба. Но при этом это не будет отнимать какое-то огромное количество времени и требовать, например, полной смены образа деятельности на образ деятельности политика. Как раз таки, благодаря технологиям, по сути, то, что реализовывает блокчейн, это, в принципе, позволяет вынести за скобки вопрос доверия. Нам будет совершенно неважно, кому что мы потом делегируем, потому что на страже защиты информации будет стоять просто криптография, с которой уже спорить достаточно трудно. И более чем вероятно, вот это преобразование самого государства и всех систем управления в платформы приведет как раз таки к тому, что эти платформы будут реализованы достаточно просто, что нам, скажем так, для вот этого формата управления государством достаточно будет, к примеру, просто мобильного приложения, через которое мы будем совместно осуществлять голосование по тем или иным вопросам. Это не будет отнимать много времени, но при этом это достаточно сильно изменит облик самого общества. В принципе, по сути, если даже там… Ну, конец власти это означает. Ни в коей мере, на самом деле. Другая власть, другая формация абсолютно будет. Власть денег. И люди просто не поймут. И опять 90% не впишутся в этот поворот. А здесь в игру как раз вступает еще одно прекрасное свойство блокчейна, как децентрализация. Когда мы говорим про власть, мы имеем в виду какой-то конкретный орган, который может там прийти и там… Понимаете, что нам нужна централизация, чтобы с кого-то спрашивать? Нет. Вы как будете такой страной красиво управлять? Прекрасно. Прекрасно. Ну, по-моему, это демократия называется. Мы уже проходили, когда сказали, что вымрет 30 миллионов – ничего страшного, они не вписались в рынок. Ну, вымерло не 30 миллионов, вымерло меньше. Поэтому наши либеральные организаторы реформ плачут, что реформы не получилось. Но здесь произошла маленькая подмена понятий. Я приношу извинения, Денис Сергеевич. Есть понятие электронного государства, электронная система принятия решений. Когда действительно сейчас можно, управляясь государством, на основе референдумов, которые могут проходить каждую минуту, будет приходить вопрос, я буду либо отвечать, либо делегировать какому-то авторитету. По одним вопросам одни авторитеты, по другим другие. И это можно сделать операционно сегодня, сейчас. Просто это очень сложно и довольно страшно для государства. Поэтому с этим тормозиться. Но лет через пять мы в это попадем, и порталы госуслуг уже есть. И в этом отношении мы самые передовые в мире, или одни из самых передовых. Ну, граждане, да. Одни из самых передовых в мире. Но криптовалюта – это другое. Криптовалюта – это ситуация, когда государство лишается своей монополии на платформу. На платформу, на структуру. Она принадлежит неизвестно кому. Она принадлежит разработчику. Насчет того, что сегодня, во-первых, не государство, потому что биткоин интернациональный, но криптовалюта по определению интернациональная. Она принадлежит народу, которого больше, кого больше в этой системе. Второе. Чудесная система. Биткоин – это уже проскочил. Но есть замечательный вирус, который берет маленькую долю мощности вашего компьютера. Не 20-30, как нас пугает, что это заметно, а существенно меньше. И ваш компьютер незаметно для вас, ваш телефон незаметно для вас, участвует в проработке биткоина. Валюта, которая находится на раннем старте, вполне можно, может оказаться в ситуации, когда вот такая вот распределенная система обеспечивает кому-то 51%. Так же, как и любой нормальный монополий. Через некоторое… Конечно, ну все уже было. Через некоторое время, наверное, научатся. Но этих валют будет много, и они будут конкурировать друг с другом именно за интерес. И ситуация, когда каждый имитирует свою собственную валюту, это то самое раннее средневековье, в котором погибали целые города из-за того, что им, извините, не повезло. Вот цивилизация – это ситуация, когда человеку, человека защищают от его собственной глупости, от его собственных ошибок. Если мы попадем в ситуацию раннего средневековья, когда мы будем умирать просто потому, что нам не повезло, и мы совершили какую-то ошибку, имитируя собственную криптовалюту, в общем, это не тот мир, в котором кому-то хочется жить. Спасибо. Спасибо. Я небольшое дополнение хочу сделать. Мы с коллегами по лаборатории Международной политической экономии Российского экономического университета обсуждали эту ситуацию, несмотря на то, что многие мои коллеги в отпуске. И мы пришли к выводу следующему, что государство, конечно, допустит в дальнейшем легализацию повсеместно этих криптовалют, но легализация будет направлена на то, что это будет, скорее всего, только средство накопления. Функцию платежа будут отбирать беспощадно, скорее всего. Почему? Потому что если вы хотите в чем-то накоплять, во что-то вкладывать деньги, в чем-то играть, спекулировать, вы можете спекулировать в экономике чем угодно, диванами, нефтью, можете хранить серебряные селитки в подвале, можете танкеры с нефтью, то есть все, что угодно. Но расплачиваться вы имеете право только разрешенными государством денежными знаками, электронными или бумажными, металлическими, каким угодно. И вот эту функцию государство не отдаст. Через некоторое время мы услышим совершенно другие речи. Произойдет такое отрезвление, скорее всего, под влиянием третьей волны кризиса. Вполне возможно, когда просто пойдут вниз цены на сырье, будет новое движение вниз валют, некоторых валют, рубля в частности, я полагаю. И в этой ситуации будет велика угроза просто для государства, что большое количество людей уйдет в расчеты в независимых вот этих вот криптовалютах. И начнется атака на них. И тогда станет, скорее всего, другому формулировану такое законодательство, в котором можно будет, уплатив налоги, войти в криптовалюты и, уплатив же налоги, выйти из криптовалют. Но платить ими – это, извините, если только на каторгу хотите. Спасибо. Спасибо, коллеги. Прямо кратко у нас мало времени. Можно, если можно, просто прокомментирую одну вещь. Мне кажется, нам нужно просто немножко утвердиться с терминологией, потому что иначе, мне кажется, мы будем немножко путаться все вместе. Все-таки, когда мы говорим о государстве, я думаю, там никто из коллег и из присутствующих не верит серьезно в то, что, например, Российская Федерация сделает биткоин легальным средством платежа вместо рубля. Никто об этом даже не говорит. И речи об этом идти не может. Почему я очень сильно сомневаюсь? Наряду с рублем. Наряду с рублем. Эти люди могут все. Я, честно говоря, здесь, наверное, поспорил. Если мы все-таки говорим о государстве и о тех изменениях, которые с ним произойдут, здесь все-таки корректнее говорить именно об использовании самой технологии блокчейна. Потому что сама криптовалюта биткоин, она одно из применений. И для государства, как уже было неоднократно произнесено, она не так удобна. А сама технология распределенного реестра, будучи интегрированной в часть областей, она как раз-таки позволит очень сильно упростить и работу этих областей. И самое главное, как я уже говорил, вынести за скобки вообще вопрос доверия в той или иной системе. То есть, грубо говоря, когда мы сейчас занимаемся продажей недвижимости, нам необходимо привлекать нотариуса, который проверяет всю частоту сделки. С использованием блокчейна это будет необязательно, потому что те данные, которые мы можем забрать из реестра в текущий момент времени, мы им можем беспрекословно доверять, потому что это не данные, которые мог изменить какой-то человек, это криптографически защищенная информация. Вот. И, в принципе, еще, если можно, тогда прокомментирую про атаку 51, на самом деле только биткоин, ну, а биткоин использует алгоритм подтверждения работы, который как раз-таки требует достаточно большого количества майнеров и достаточно большого количества вычислений. Да, но если в случае биткоина это там практически нереально сделать, то другие валюты, они, в принципе, исследуют другие механизмы защиты, в том числе, например, механизм подтверждения доли. Когда атака 51... Там очень некрасивая атака 51%, когда старый кошелек неиспользуемый... Очень-очень мало времени. Давайте уже... Я готов хочу, на самом деле, здесь поспорить, потому что это довольно интересный момент, когда, ну, по сути, подтверждение доли означает то, что вместо майнеров используются люди просто с каким-то определенным большим балансом в кошельке. И, по сути, для осуществления этой атаки вам необходимо не завладеть 51% мощности всей системы, а завладеть 51% всей эмиссии. То есть вам нужно будет выкупить 51% всей валюты. И тут возникает интересная ситуация, то, что если вы хотите какой-то негативный эффект вызвать, то вы, являясь, по сути, теперь самым большим инвестором в эту криптовалюту, просто тем самым вызовете обвал курса, что вам будет, скорее всего, не очень выгодно. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос. Вот в свете нашей дискуссии сейчас возникает вопрос к Борису Александровичу, прежде всего. Стоит ли говорить о необходимости, обведении необходимости цифровой грамотности, на чем должна основываться вот это просвещение, что ли? Потому что, когда опрашивают здесь публику, то руки принимают один-два человека. Да, конечно, нет. Вопрос о том, что так или иначе количество тех людей, которые будут понимать для нас сейчас здесь птичий язык, терминологию, старый кошелек, новый кошелек, будет расти и так, потому что те информационные процессы, процессы технологического развития, они будут идти, и наша молодежь, молодое поколение все равно будет знать лучше эти форматы, при этом проводя образовательную политику в среднем и старшем возрасте. Тем самым, общаясь, соприкасаясь со своими детьми, старшее поколение будет так или иначе узнавать. Так было у нас в России, когда мы начали компьютеризацию, когда компьютеры появились не только на предприятиях, но и у каждого дома. Тогда люди стали просто понимать, я просто смотрю даже на свою семью, когда мои родители абсолютно никак в восьмом классе, когда у нас появился, в моем восьмом классе, когда у нас появился компьютер, не могли даже подступиться к этой адской машине. Сейчас же они уже свободно пользуются этими технологиями и транслируют дальше эти знания. Вы говорите просто о каком-то таком естественном состоянии. Конечно, естественно так и будет. В школе некоторые понятия, некоторые позиции, которые сейчас, терминология, которой сейчас пользуется российская молодежь, она иногда для учителей в обычной средней школе новая. Она абсолютно для людей непонятная. Но частое использование той или иной терминологии и использование этих технологий в своей жизни порождает изучение новых форматов. Если можно, то же добавлю. Потому что на самом деле вопрос финансовой грамотности из населения, это на самом деле в ближайшем будущем станет весьма и весьма серьезным вопросом. Потому что, как и любые новые технологии, они кроме людей, которые пытаются действительно продвинуть прогресс вперед, они еще привлекают достаточно большое количество не очень чистых на руку людей. Наверное, не стоит напоминать о случаях таких компаний, как МММ. И в принципе здесь в криптовалютах сейчас начинает зарождаться примерно та же история. Во многом даже, когда компания, по сути являющаяся просто финансовой пирамидой, прикрываясь красивыми терминами из новой индустрии, по сути просто занимается вытаскиванием денег из людей. И здесь вот как раз-таки вопрос базовой финансовой грамотности становится очень-очень важным, потому что так или иначе сейчас уже нет никаких сомнений в том, что нам придется жить там рядом с блокчейном, он станет неотъемлемой частью нашей жизни и, соответственно, в нее же также войдут криптовалюты. А, соответственно, и достаточно большой процент людей, которые будут пытаться как-то негативно на всю эту систему воздействовать. Поэтому, ну, в принципе, хотелось бы, наверное, даже, чтобы, наверное, ну, возможно, в 11 классе появилось факультативное занятие по финансовой грамотности. Нет, коллеги, про цифровую грамотность, возвращаясь к цифровой грамотности, понимаете, нужно детей учить математике, потому что это основа вообще восприятия мира, по лучшим мировым, то есть лучшим советским методам, чтобы через 15 лет, когда я в этом зале задал бы тот же самый вопрос про открытый код очередной криптовалюты, зал посмотрел на меня как на Пятикантропа и сказал бы, дядя, вот ты по-русски читать умеешь, а что тебе мешает читать открытый код? Спасибо. Здравствуйте, вопрос от газеты New York Times. Меня зовут Олег Мацнев. Сейчас вот говорят о перспективах применения блокчейна и криптовалют как одного из приложений практически для преодоления санкций, которые введены против России. Какое вот ваше мнение по этому вопросу? И хотелось бы, прежде всего, Михаила Геннадьевича и Василия Геоприча услышать. Спасибо. На сегодняшний день у нас это недостаточно распространено, чтобы это можно было применять в каких-то приличных масштабах и в мире недостаточно распространено. Но в перспективе, да, конечно, потому что это расчеты, которые поверх всего. Вместе с тем, нельзя будет отслеживать потоки, скажем, денег, но можно будет отслеживать потоки товаров. И это будет некоторым, так сказать, существенным ограничителем использование этих технологий для обхода тех или иных административных решений. А с другой стороны, если верить рассказам о том, что в разработке биткоина принимало участие АНБ, в разработке эфириума принимали участие некоторые другие веселые структуры, ну, для них не будет тайной, для разработчика не будет тайной, кто в чем и как участвовал. Спасибо. Но, возвращаясь к фразе, понимаете, на сегодняшний день, что такое умный контракт? Это умный контракт, он резко, в первую очередь, снижает возможность коррупции. Ну, а теперь представьте себе лицо некоторых членов нашего правительства. Ну да, обходить санкции без коррупционных доходов не хочется, да, наверное, кому-то. Ну, я согласен с Михаилом Геннадьевичем, развитие международной торговли за криптовалюты еще не настолько далеко продвинулось, чтобы можно было действительно закупать большое количество какого-то оборудования, какие-то технологии, привлекать специалистов за биткоин или за другие валюты. Поэтому, я думаю, что здесь невелики возможности использовать этот механизм для Российской Федерации для обхода санкций. С другой стороны, все старые механизмы неплохо работают. И, вообще-то говоря, я думаю, что все-таки эти возможности будут возрастать, и это, несмотря на вот эти слухи, неподтвержденную информацию про АНБ, это серьезный вызов для Федеральной резервной системы США, развития криптовалют в международных платежах. Потому что это позволит отойти через некоторое время от доллара, особенно если центральные банки других стран создадут соглашение и создадут собственную криптовалюту и откажутся от использования доллара и будут использовать вот эту расчетную криптовалюту для международных платежей. И в этом случае, конечно, вся технология, которая опробована сейчас на криптовалютах, они нанесут страшный удар по монополии таких валют, как доллар или евро. И, извините, последнее. Глобальные рынки развалятся на макрорегионы в ходе срыва в глобальную депрессию, к сожалению, раньше, чем смарт-контракты станут нормой жизни, к сожалению. Спасибо. Уважаемые эксперты, нам пора завершать пресс-конференцию. И я бы хотел завершить именно своим вопросом. Во времена экономического кризиса все люди пытаются хоть как-то свои сбережения куда-то вкладывать, и зачастую это валюта, доллары, евро. Вот как вы считаете, можно ли вкладывать в криптовалюту? Хотелось бы услышать мнение каждого. Давайте я отвечу первым. Кратко. Если успеете выскочить, когда пузырь будет сдуваться, то, конечно, вкладывайте, но только как в рамках игры, а на длительное время нет. Я соглашусь, потому что та волатильность, которую мы видели, в июне, по-моему, 2017 года 3000 за биткоин, а в июле 1900 или 1700. Это, конечно же, огромные риски и большие потери в будущем. Поэтому это сложно, но если человек в этом эксперт, конечно же, он получит свой доход. Но для большинства населения это, конечно же, не будет. Я вкладываюсь и скажу больше, что да, я верю, но я не верю, я убежден, потому что мои убеждения базируются на знании и опыте. Я всю свою жизнь занимаюсь инновационными задачами и высокотехнологичными продуктами. Сейчас мы точно так же разрабатываем оборудование для майнинга. Кстати, пользуюсь случаем, это, наверное, не запрещено. В понедельник у нас будет в три часа презентация проекта нашего по майнингу и, соответственно, по разработке чипов, где каждый человек может присоединиться к этому процессу и быть абсолютно нормальным участником. Разобраться там несложно. А, во-вторых, тренд самых богатых людей мира на сегодня, он таков, что уже 10% своего богатства, а, другими словами, наличности, они переводят в криптовалют. Вы можете об этом почитать в журналах и газетах. Это говорит о том, что происходит смена элит и смена парадигмы для элит, что есть деньги будущего. Точно так же, как происходила технологическая революция 150 лет назад, индустриальная, когда она была, и была смена элит с вельмож, которые владели рабами, и было еще в России крепостное право, об этом тоже не надо забывать. И точно так же думали, как же мы отпустим наших крепостных, они же не знают, что делать, они умрут с голода. И знаете, какая самая ценная валюта была в Российской империи до 1861 года? Ну подумайте. Вы сейчас скажете, золотой рубль подтвержденный. Неправда. Это были борзые щенки. А после 1861 года борзых щенков не стало, потому что изменилась социальная структура общества. Ровно точно так же. Мы все время думаем и упираемся, что мир вечен в том формате, как мы привыкли его видеть. Ничего подобного. Мир изменяется и меняется очень быстро. Вот, кстати, сегодня прочитал статистику. 10% всех фотографий в мире, существующих, сделанных в этом году. 2017. Да. За полгода. Поэтому нужно четко себе понимать, что скорость изменений, которые происходили столетиями, веками, годами, сейчас будут происходить просто месяцами. И валюты появились не более, там, меньше 10 лет назад. Они вошли в наш обиход криптовалюту и в электронные деньги. И сейчас мы вот серьезно обсуждаем и говорим, что никто ничего не знает, не понимает. Да, я согласен, что бабушкам не нужно будет понимать и разбираться. Они будут доверять своим внукам и своим детям. 10 лет назад я маме не мог объяснить, своей маме, что у нее будет сотовый телефон. Она его до сих пор особо часто с собой не носит, но она им пользуется и даже смс уже умеет отправлять. И ровно то же самое о криптовалютах. Это будет очень простое, эффективное, достойное применение их в нашей жизни. Люди не будут задумываться. Если они не хотят сами разбираться, они будут верить и делегировать эти полномочия тому, кому они доверяют. И это самое важное. То, что доверие тот, кто близок, и тот, кому доверяешь, оно безусловно. И в истории всего мирового недоверия у вас нет третьей стороны посредника для того, чтобы осуществлять коммуникацию, в том числе финансовую, экономическую, между людьми. Это самое важное. Поэтому верю, я не верю, мне все равно. Я знаю, я знаю, что так будет, и понимаю горизонт. И понимаю, что ни одна власть в мире, ни одна страна не способна противостоять своему народу, людям, живущим на планете Земля. А люди заинтересованы в этом, и они уже начинают чувствовать это. Потому что эта технология, как сотовый телефон в кармане, у них появилась. И мы чувствуем эту технологию. И невозможно убрать это удобство. Давайте я отберу у вас у всех сейчас телефоны. Как вы на это посмотрите? Но, вероятно, мне это будет очень трудно сделать. Достаточно отключить сигнал. Один удар топора. Это не совсем так. Можно еще пальцы отрубить. Да, можно много что сделать. Геноцид собственного народа – это тоже, конечно, средство борьбы с инакомыслием. Но мы говорим о том, что все-таки общество достигло некой цивилизационной зрелости и честности в отношениях внутри самого себя. И допустить кровавые режимы возможно, и никто не отрицает. Но это все-таки уже другая история, не нашего круглого стола. Зрелость общества, которое все свои деньги хранит вне себя – это хорошая тема. Значит, принцип очень простой. Чтобы вам не пришлось греть своих детей теплом своего айфона, половину годовых расходов в валюте добавляете к ней 30%. Это то, что вам необходимо на черный день. Все остальное можно вкладывать во что угодно. Криптовалютам в целом принадлежит ближайшее будущее. Скажем, средний вклад в криптовалюты по Москве по оценкам сегодня, месяц назад – 35 тысяч долларов. Что, в общем-то, очень и очень круто. Сбербанк завидует. Но средний вклад одного вкладчика. Один человек купил криптовалюту, в момент покупки он вложился туда 35 тысяч долларов. Но при этом мы видим уже много раз, как надувались и лопались пузыри. Скажем, этой весной все дружно скупали видеокарты. Мои знакомые заработали бешеные деньги, перевозя видеокарты с чемоданами из Европы, потому что люди скупали их, строили фермы для майнинга биткоина. Сейчас они все в глубоком минусе и очень нескоро вылезут хотя бы в ноль. Это грандиозный пузырь, который уже провалился. То есть вкладываться, если хотите в рискованный актив вкладываться, вкладывайте. Но многие люди пролетели сильно и многие люди пролетят еще сильнее, поэтому нужно иметь нормальную подушку безопасности. Спасибо. Ну, против наличия подушки безопасности не поспоришь. Более того, и когда говорим в целом об инвестициях, никогда не нужно инвестировать сумму большую, чем вы готовы потерять. Но если отвечаю на вопрос, что касается меня, я еще тоже около года назад все активы перевел в криптовалюты и, в принципе, отлично себя чувствую. Если можно, я хотел бы просто возразить Борису как раз-таки по поводу того, что действительно рынок биткоина и рынок криптовалют, он достаточно волатилен. Но это тоже одна из проблем роста. Во многом из-за того, что, в принципе, если сравнивать масштабы, например, рынка пользовательских вкладов и рынка криптовалют, то это просто на порядке разные величины. И со временем, с привлечением большего количества людей и с ростом этого рынка, он в большей степени нормализуется. А касательно инвестиций для каждого конкретного человека, в том числе и для бабушки, на самом деле есть достаточно простая стратегия. Естественно, я не могу советовать ее всем как абсолютно выигрышную, но если попробовать задуматься и включить критическое мышление, то станет ясно, что спрос на биткоин, скорее всего, будет продолжать повышаться, потому что он действительно позволяет решать достаточно большое количество проблем финансового мира. А предложение будет постоянно снижаться, потому что эмиссия ограничена сверху, но при всем при этом есть определенное количество и потерянных биткоинов. На самом деле на текущий день из всего объема эмиссии уже добыто где-то в районе 16 миллионов монет, но при этом где-то по разным оценкам от 3 до 4,5 миллионов биткоинов они являются навсегда потерянными. Ну, например, они были забыты на кошельке, который был на жестком диске компьютера, а компьютер выбросили, ну и так далее и тому подобное. В общем, если говорить в краткосрочной перспективе, то, естественно, волатильность может очень сильно помешать и попортить нервы. Но если, например, вы купите какую-то часть биткоина сейчас, экспортируете ее в виде бумажного кошелька и уберете его просто на книжную полку на ближайшие 5 лет, то практически, ну, наверное, с 90% вероятностью можно гарантировать, что через 5 лет вы будете приятно удивлены, узнав, как ваш актив изменился. Ну, здесь банально просто баланс спроса и предложения, который, ну, по-моему, всегда работает одинаково. То есть математика, она опять здесь помогает. Спасибо. Спасибо, уважаемые эксперты, за сегодняшнюю пресс-конференцию, за ответы на постальные вопросы. Коллеги-журналисты, благодарим за правильный интерес. Всем по биткоину в электронный кошелек. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...